Здравствуйте, в эфире программа Трибуна в студии Владимир Нестеров и сегодня мы обсуждаем международную повестку дня и у нас в гостях Игорь Морозов, сенатор от Рязанской области, член комитета Совета Федерации по международным делам. Игорь Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте поговорим с вами о наших ближайших соседях, о Казахстане, стране, у которой самая длинная в мире сухопутная граница с нашей страной. Больше четырех тысяч, четыре восемьсот, по-моему. Самая длинная в мире. Да, да, да. Поговорим про отношения России и Казахстана и про Евразийский экономический союз, про перспективы расширения этой структуры. С 2010 года интеграционные процессы на постсоветском пространстве были активны, просто инициированы вперед и появился таможенный союз, над которым шла работа примерно два с половиной года. Таможенный союз показал всем нам, трем наиболее развитым экономикам на постсоветском пространстве, что потенциал взаимодополняемости и взаимодействия просто огромен. Я помню, что в 2011 году мы подводили первые итоги таможенному союзу, только во внутреннем товарообороте у нас увеличение достигало 43%, то есть колоссальный рывок вперед. А на внешнем контуре наш товарооборот увеличился порядка на 28-29%. Это показало нам, что нужно продвигать интеграционные процессы дальше. Так появилось в 2012 году единое экономическое пространство. И как следующий этап интеграционного развития уже мы создали Евразийский экономический союз, где предполагаем будет единый рынок фармации, то есть медикаментов, единый рынок энергетики, единый рынок транспортных услуг. Ну и мы плавно подходим к валютному союзу. Мы сегодня не говорим, какая валюта будет и будет ли вообще единая валюта. Но то, что валютный союз предполагает собой активизацию национальных валют, пересчет всех наших взаиморасчетов, выхода на внешние рынки, это вне всякого сомнения будет, и я думаю, что к 2020 году мы выйдем на новый интеграционный этап. Посмотрите, насколько привлекательна стала наша зона свободной торговли. Если, наверное, в 2012 году все страны СНГ, в том числе и Украина, подписали соглашение о зоне свободной торговли, которая дала очень большие преференции и в трудовой силе по мигрантам, и в снятии пошлины, скажем, на продовольственном рынке, на рынке текстильной промышленности, ну и так далее, и так далее, то к зоне свободной торговли СНГ проявлен большой интерес со стороны других стран на разных континентах. Начиная от Турции, теперь уже вступает вот сейчас Вьетнам, ведется разработка дорожной карты с Новой Зеландией, Пакистаном и так далее. И я думаю, что многие страны сейчас уже будут входить как первый этап интеграционных процессов, это в зону свободной торговли, с тем, чтобы потом стать партнерами по ЕАЭС. Поэтому у нас большая перспектива, мы отрабатываем алгоритмы, мы смотрим на Евросоюз, чтобы исключить те ошибки, которые сделал наш, скажем так, партнер по Европе. И здесь мы идем последовательно, набирая обороты. Поэтому выход ЕАЭС на, скажем так, межрегиональное сотрудничество в рамках интеграционных группировок, это совершенно объективный процесс. И он следующий. ЕАЭС-БРИКС, ЕАЭС-ШОС. Что касается БРИКС, каковы здесь перспективы этого формата? Имеет ли он вообще тенденцию к расширению? Потому что, допустим, ШОС, тут более-менее понятно, все эти страны, они близко друг к другу расположены, нередко имеют общую границу, общие экономические интересы. А БРИКС, тут континентальная разделенность. Вы знаете, мне кажется, что БРИКС – это очень серьезная, новая организационная форма интеграционной группировки трансконтинентального масштаба. И я очень внимательно отслеживаю, как американцы ведут переговоры с Евросоюзом и Японии, и Канадой по трансатлантическому партнерству, по торговле и инвестициям. И сравниваю это с БРИКС. Вы знаете, мне кажется, что мы идем впереди партнерства, которое сейчас создается американцами на, скажем, зоне Евроатлантики. Посмотрите, у нас полное понимание с нашими пятью партнерами. Мы создали новый банк развития БРИКС. Подписано соглашение с центральными банками о начале работы пула условных валютных резервов, что чрезвычайно важно в условиях кризиса и внешнего давления для всех пяти стран БРИКС. Уже назначены органы управления банка. Банк развития БРИКС заключил соглашение с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, которые, инициаторами которого были Китай, а теперь уже там 18 стран. Мы третьи. Там же англичане, немцы, сейчас вступают французы. То есть создаются новые институты развития в Азии. Фактически. Причем крупные институты развития, если учитывая. Вне всякого сомнения. Смотрите, геополитический центр принятия решений и вообще собственного развития смещается из Европы в Азию, и никто не хочет отстать. Поэтому американцы планируют тоже создать новое транскандинтальное партнерство, азиатско-тихоокеанское партнерство, включая всех стран, исключая при этом Китай, Россию и те страны, которые входят в БРИКС. Поэтому вот это противостояние, геополитическое противостояние, которое американцы пытаются сегодня создать и расколоть мир по новому полюсу, я думаю, что это является главным вызовом и угрозой для развития всей цивилизации. Мне кажется, что американцы просто сегодня осознанно ведут деструктивную внешнюю политику для того, чтобы не дать возможность подняться новым странам, новым группировкам, с тем, чтобы не потерять своего лидерства, которое, как они определяют, уже совершенно четко, ясно на ближайшие сто лет, и они не собираются им делиться. Мне кажется, что они заблуждаются, потому что уже появились новые центры мира, они известны, Россия, Китай, Индия, в Латинской Америке уже поднимаются не только Бразилия, Аргентина, Эквадор, но и другие страны против американского засилия. Мы только не так давно, вернее, приехали из Эквадора. Мы знаем эти американские настроения. Когда Валентина Ивановна Матвиенко выступила с идеей развития многополярного мира, зал рукоплескал, он не садился. И после этого вся повестка дня сместилась под этим углом зрения. И все говорили только о засилье доллара, как это пора прекратить, какие пути для этого есть. А говорили о необходимости реформирования МВФ, Всемирного банка, Организации объединенных наций. И все говорили о многополярном мире и, конечно, о России. И я думаю, что за этим будущее. Игорь Николаевич, давайте оставим международную повестку дня. У нас... Но это наша работа. Да-да-да, у нас в нашей программе существует постоянная рубрика от Камчатского края до Калининградской области, в которой мы всегда спрашиваем наших гостей о туристической привлекательности того региона, который они представляют. И в вашем случае это Рязанская область. Расскажите нам, как, допустим, неискушенным туристам, что бы в первую очередь надо было бы посетить в Рязанской области? Вы знаете, Владимир, Рязанский край, во-первых, имеет невероятные конкурентные преимущества перед многими регионами, потому что он находится на юге Московской области. То есть мы от Москвы всего в двух часах езды. У нас протекает очень много среднерусских рек, и в первую очередь это АК. Это туристический маршрут, который был всегда и в Советском Союзе, и в Российской Федерации чрезвычайно интересным, потому что АК проходит по восьми областям Центрального федерального округа и выходит в Нижегородской области. Именно в Нижнем Новгороде на Стрелке впадает в Волгу. Поэтому есть вот такой туристический маршрут. Он проходит мимо, скажем, самого любимого такого места, это Константинова, там, где родился Есенин. Не писать стихи там просто невозможно. То есть настоящие российские березы, они именно там. Это просто край березового сица, как писал Сергей Есенин. Ну и, конечно, Рязань, Рязанская земля, она древняя. Когда-то именно Рязанское княжество было крайним в Руси, за которым дальше было дикое поле. Поэтому из истории мы знаем, что Рязань принимала самые первые удары кочевых народов. Печенегов, Половцев, Копчаков и других. Ну и в 1237 году мы, в общем-то, приняли первыми удар Монгольской Орды. Поэтому Рязань была разрушена. И в последующем она разрушалась, если читать наши исторические, это очень серьезные источники, Соловьева, Карамзина, Гумилева, 17 раз. 17 раз Рязань разрушалась дотла. Поэтому в последующем было принято решение Рязань перенести уже в Переславль. Вот в новую современную Рязань, которая является областным административным центром. А старая Рязань, моя родина, где я жил, где я родился, где я вырос, это как раз земля, которая является для нас святым местом. У нас есть там поклонный крест, там ведутся раскопки, сохранились, очень хорошо сохранились. И мы стараемся поддерживать это валы, которые были как раз перед городом Рязань того периода. И я думаю, что у нас огромное количество исторических мест, по которым мы можем водить туристические группы, организовывать конные маршруты, ну и другие очень-очень интересные исторические достопримечательности. Ну и, конечно, есть вся необходимая инфраструктура. Да, мы уже видим, мы уже радуемся, что наш бизнес выстраивает такую достаточно хорошую туристическую индустрию. И зимой у нас есть уже горные спуски, у нас появился аквапарк, у нас строится яхт-клуб. Ну, в общем, я думаю, что в Рязани есть где отдохнуть, а наши санатории в районе Солодчи, они носят такой очень хороший, современный, высокотехнологичный, оздоровительный уровень. Я думаю, что мы готовы всех принимать. Приезжайте к нам в Рязань, в Рязанскую область. Мы хотим быть туристическим краем. Игорь Николаевич, благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. С вами была программа «Трибуна», и я Владимир Нестеров, а у нас в гостях сегодня был Игорь Морозов, сенатор от Рязанской области, член Комитета Совета Федерации по международным делам. Продолжение следует...